День сотрудников миграционной службы Федеральная служба России по Чувашской Республике Виталий Чернечкин. Здравствуйте, Виталий Васильевич. Здравствуйте. Наступающим вас праздником, вас и всю вашу службу. Регулярно сталкиваемся. Очень рады сотрудничеству. Каковы основные цели и задачи миграционной службы? Буквально в двух словах, чтобы напомнить всем. Федеральная миграционная служба главным образом создана для регулирования потоков населения, миграционных потоков населения. В основном люди, допустим, население Российской Федерации, сталкиваются с вами при получении документов. Это паспорта российские и заграничные для выезда за рубеж. А чем еще вы полезны населению Российской Федерации? Хотелось бы отметить, что служба хоть и является преемницей паспортных столов, еще советской паспортной системы, тем не менее в функционале, в обязанностях службы, в направлениях ее деятельности имеются такие направления, как, как уже сказали, паспортная работа, это документирование паспортами лиц, достигших 14-летнего возраста, обмен паспортов гражданам Российской Федерации в соответствующие возрастные сроки. Это регучет населения, по-простому прописка. И вообще, кроме этого, еще очень много дополнительно возложенных на функцию задач. Это и противодействие нелегальной миграции, миграционный учет, миграционный контроль. Это и трудовая миграция, это и визовая работа, приглашение на въезд, плюс, значит, в этой связи оформление всякого рода правовых статусов иностранным гражданам, и разрешение на работу, и разрешение на временное проживание, и выдача видов на жительство, получение гражданства иностранными гражданами. Большой пласт работы, адаптация и интеграция иностранных граждан в российское сообщество, лицензионная деятельность в отношении фирм, которые осуществляют поставку за рубеж российской рабочей силы, так сказать. – Много всего. – Очень много. – Ну вот среди них в последнее время особая актуальность приобрело такое направление, как содействие переселению соотечественников из-за рубежа на родину. Вот в последний год, я так думаю, что цифры заметно выросли за счет приезжих с Украины. – Имеется региональная программа переселения соотечественников. – Ну, как часть государственной программы. – Да, как часть государственной программы в регионе. Ситуация, надо не забывать, осложнилась и с событиями на Украине. И очень значительную часть в ряду вот этих переселившихся соотечественников, очень большую часть составили граждане Украины. Наверное, под 90% участников этой госпрограммы, которая помогла им в кратчайшие сроки получить соответствующие правовые статусы, закрепиться на своей новой родине и получить гражданство Российской Федерации. – Виталий Васильевич, а вот те, кто приезжает к нам из бывших союзных республик, ныне из других государств, но при этом не желает менять гражданство, на каких условиях они могут жить здесь? – Ну, во-первых, иностранные граждане, которые прибывают к нам из стран бывших СНГ, это вот безвизовый, так сказать, ряд стран, могут прибывать, ну, наверное, в первую очередь по соответствующим разрешениям на трудовую деятельность. Сейчас это патент. Вообще, сроки пребывания иностранных граждан каждые 180 суток, каждые полгода исчисляются 90 днями, разрешенными для пребывания в Российской Федерации. Далее, теоретически, гражданин, если он не получал никаких правовых статусов, не получал разрешения на работу в виде патента, он должен по истечении 90 суток подкинуть пределы Российской Федерации, и он получает, так сказать, право въехать вновь, не нарушая законодательство Российской Федерации, по истечении еще 90 дней. То есть 90 дней каждые 180, каждые полгода он пребывает здесь. Но если он получает патент или получает какие-то другие правовые статусы, например, разрешение на временное пребывание, то этот срок соответствующим образом удлиняется на срок выдачи вот этих документов разрешительных. С этого года вступили новые правила для трудовых мигрантов. Они должны предоставить, для того, чтобы получить патент, разрешающий им работать на территории России, в частности, на территории Чувашской Республики, для этого они должны предоставить различные документы, в том числе, помимо медицинских справок, свидетельства о знании русского языка, истории правовой системы России. Распространяются ли эти требования на мигрантов, которые приезжают на других условиях? Например, как вы сказали, да, временное пребывание там. Да, распространяется, в частности, распространяется эта обязанность на иностранных граждан при оформлении разрешения на временное проживание, при получении вида на жительство и при получении гражданства. Также гражданин иностранный должен предоставить соответствующийся сертификат, причем этот сертификат отличается, отличен от сертификата, выдаваемого для получения патента. Он имеет более, так сказать, в рамках вот этого экзамена, тестов, принимаемых у иностранного гражданина, этот сертификат, ну, более серьезный документ. Более глубокие знания они должны продемонстрироваться. Особенно изучаются знания иностранного гражданина в области истории, основы законодательства. На беженцев распространяется это требование? На беженцев данное требование не распространяется. Если говорить применительно к гражданам Украины, в частности, граждане Украины у нас получают временное убежище, и это в течение буквально трех дней получает этот документ, особенно прибывших из мест ведения боевых действий этого вооруженного конфликта. И вот это свидетельство о временном убежище, о предоставлении временного убежища, уже дает гражданам, как разрешение пребывать на территории Российской Федерации определенное время, год, с продлением еще на год этого статуса, так и стать участником госпрограммы, получив разрешение на временное проживание и гражданство. Участников программы переселения соотечественников. Но ведь есть еще альтернатива. То есть те люди, которые успели получить свидетельство об окончании 10 классов, будучи еще советскими гражданами. Необходимо, конечно, прокомментировать. Так сказать, альтернативой этому сертификату является документ об образовании, полученный до 1991 года на территориях постсоветского пространства, на территории страны СНГ. Любой документ об образовании, достаточно даже 8-классного образования начальной школы. Это автоматически освобождает их от сдачи экзамена и полученный сертификат. Но не освобождает от предъявления этого документа. То есть должны предъявить этот документ. Кроме того, это еще и документ о российском образовании. Это тоже может быть или средняя школа, или одно из учебных заведений. Даже после 1991 года, если он обучался на территории России. Да, это будет служить, так сказать, альтернативой этому сертификату. На сегодня сколько у нас трудовых мигрантов в Чувашии, по официальным данным? Цифра плавающая, постоянно меняющаяся. На данный момент у нас получило патентов на осуществление трудовой деятельности порядка 305 человек. Кроме того, право на осуществление трудовой деятельности у нас имеют иностранные граждане, получившие статус временного убежища, это граждане Украины, правовой статус разрешения на временное проживание, виды нажительства. И общая, думаю, так сказать, эта цифра порядка 2,5-3 тысяч граждан, имеющих такие разрешительные документы на работу. По сравнению с другими регионами, с ближайшими соседями, наша республика привлекательна для иностранных трудовых мигрантов или не самая популярная среди них? Привлекательна или не привлекательна, наверное, можно говорить только основываясь на цифрах. Если есть цифры, они исчисляются тысячами, эти цифры. Стало быть, регион, как бы то ни было, привлекателен для иностранной рабочей силы. Что, в общем-то, косвенно свидетельствует о его устойчивом экономическом положении, насколько я понимаю. Виталий Васильевич, сегодня в Чувашии нет никаких проблем с получением паспортов. Ни российских, ни загранпаспортов. А как ведут себя граждане, которые, в общем-то, идут они навстречу миграционной службе, паспортным столам? То есть вовремя ли они получают паспорта? Или все-таки частенько бывает, что не соблюдаются сроки? К сожалению, надо сказать, что частенько бывает, что не соблюдаются сроки обмена паспортов. В этой связи хотелось бы обратиться ко всем телезрителям, которые смотрят нашу передачу. Хотелось бы, чтобы вот этих случаев было меньше. Вообще, навстречу идти, я полагаю, это федеральная миграционная служба должна идти навстречу гражданам. Поэтому мы в своей работе вот эти шаги стараемся делать. У нас сейчас исчезли и очереди на получение загранпаспортов, что для многих регионов, ну, просто дикий случай. Потому что запись у наших соседей ведется и на месяц, и на два, и на три. Это касается заграничных паспортов. А как вам удалось? Путем открытия дополнительных точек приема. Многофункциональные центры помогают нам здесь, берут часть нагрузки на себя. Мы открываем дополнительные точки по оформлению биометрических паспортов. Вот сейчас буквально только будут вводиться новые три точки в Шумерле, в Ядринском районе, в Батревском районе. И чем больше точек приема, пунктов приема, тем меньше очереди, меньше нагрузок на эти точки. А по российским паспортам, к сожалению, есть факты. Но надо отметить, что в последнее время эти факты стали меньше проявляться. Может быть, пугают вот штрафные санкции. Скажем, единичные, да, уже случаи? Здесь и заставляют быть более дисциплинированными. Достаточно серьезная ответственность административная. От двух до трех тысяч рублей. Есть такая ситуация очень интересная. Я сама столкнулась. Буквально через день после того, как мне исполнилось 45 лет, я не смогла приобрести сим-карту в салоне связи, потому что данные моего паспорта исчезли. Все. Нового я еще не получила, старый мне оказался недействительным. Это, кстати, не нарушение ли со стороны продавцов? Дело в том, что действительно, паспорт утрачивает силу до следующего дня, после исполнения, например, 45 лет. Но у гражданина имеется право обратиться в этот день и получить, обменять соответствующим образом паспорт и обратиться заранее. Есть право. Тем не менее, месяц есть на получение нового документа. Сроки стараемся, не стараемся, а соблюдаем сроки. И при необходимости сроки этим можно существенно ускорить. Ну что ж, спасибо вам большое. Спасибо. Еще раз вас с наступающим праздником. Передайте поздравления всем вашим сотрудникам. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был начальник управления Федеральной миграционной службы России по Чувашской Республике Виталий Черничкин. Спасибо за внимание и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова